При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, викисловарь. Сегодня мы с вами вспомним, что существительные бывают нарицательные и собственные. Нарицательные называют однородные предметы – девочка, кошка, город, река, газета. Имена собственные называют единичные предметы, индивидуальные. К именам собственным относятся названия имена людей, клички животных, названия городов, рек, другие географические названия, названия газет, журналов, книг, кинофильмов, картин. Как же пишутся имена собственные? Прежде всего, имена собственные пишутся с прописной буквы. Сергей Иванович Ожегов – имя, отчество, фамилия человека. Уральские горы – название географического объекта. Великая Отечественная война – название исторического события. Роман Александра Сергеевича Пушкина пишется с прописной буквы имя писателя. А вот само название романа пишется не только с прописной буквы «Капитанская дочка», но еще заключается в кавычке. В кавычке заключаются названия книг, кинофильмов, картин, газет, журналов, фабрик, заводов, кораблей. Смотрите, броненосец Петропавловск. Название броненосца с прописной буквы и в кавычках. В кавычках мы записываем и название станции метро. Станция Санкт-Петербургского метрополитена Пушкинская. Помните, что кавычки – это парный знак, поэтому не забывайте открывать и закрывать кавычки. Следующая наша тема – это правописание суффиксов существительных «ек-ик» – замочек, ключик. Разберемся. Проверяем правописание существительных формой родительного падежа. Если в родительном падеже гласное у нас выпадает, то это гласное «е». Происходит чередование. Суффикс «ек» чередуется с суффиксом «ка». Проверим. Замочек нет чего? Замочка. Гласное выпадает. Беглое гласное – значит, это гласное «е». В именительном падеже мы должны написать суффикс «ек» – замочек. Если гласное не выпадает, то есть чередование не происходит, то мы пишем суффикс «ик» – гласную «и». Проверяем. Ключик. Нет ключика. «К» – гласное остается на месте. Значит, в именительном падеже – ключик. Пишем суффикс «ик». Далее давайте вспомним, когда мы ставим тире в простом предложении. Во-первых, ставится тире в простом предложении между подлежащим и сказуемым, если они выражены существительными в именительном падеже. Тихий океан – пространство для путешествий и исследований. Подлежащее в этом предложении – тихий океан. Оно выражено словосочетанием, потому что это имя собственное. Но главное слово в этом словосочетании – океан – это существительное в именительном падеже. Что говорится про тихий океан? Это пространство. Пространство – это сказуемое, выраженное существительным в именительном падеже. Именно поэтому в таком предложении мы должны поставить тире. Тире между подлежащим и сказуемым ставится еще в том случае, если они выражены глаголами в форме инфинитива. Заниматься физкультурой – значит укреплять здоровье. Заниматься – что делать? Это подлежащее выражено глаголом в форме инфинитива. Заниматься физкультурой – что это значит? Значит укреплять. Сказуемое выражено глаголом в форме инфинитива «укреплять» и в состав сказуемого входит частица. В таком предложении мы тоже должны поставить тире между подлежащим и сказуемым. Также тире в простом предложении стоит в том случае, если в этом предложении есть ряд однородных членов предложения, после которых стоит обобщающее слово, как в данном примере. «Ни зверей, ни птиц, ни насекомых, никого не было слышно в лесу перед грозой». В этом предложении после ряда однородных дополнений «ни зверей, ни птиц, ни насекомых» стоит обобщающее слово «никого». Именно поэтому в таком случае перед обобщающим словом нужно поставить тире. Л 치ки в динамике « будущая» Зверя и дарим Judah